Привет всем! Сегодня мы рассмотрим полноразмерное защитное стекло цветное от фирмы iMac iMac для Xiaomi Redmi 4X. Не путать с Note 4X, который 5,5 дюймов. Redmi 4X это маленький 5-дюймовый телефончик. Для Note 4X мы уже с вами рассмотрели множество стекол, пока что достаточно, но еще пару вариантов там осталось, посмотрим еще. Поставляется в стандартной коробке для всех более-менее дорогих полноразмерных стекол. Заклеиваться логотипами iMac. В комплекте салфетки влажные, сухие и такая вот скотчевая штучка синенькая, чтобы отдирать грязь, если она у вас там сильно приелась. Отдираете ее, наносите на телефон перед подклейкой и отрываете потом. Весь мусор отрывается. Ну, такого я телефона еще настолько грязного не видел, чтобы он потребовалась вот эта вот скотчевая пленочка. Redmi 4X и вот здесь вот цвет. В трех цветах выпускается, хотя телефон сейчас делается золотой спереди белым. Но все равно стекла выпускаются в трех цветах. Белый, золотой и черный. То есть, сможете сделать из белого, либо из любого другого цвета свой, который захотите из трех возможных цветов. Вот золотой телефон с белым передом. Я наклеил на него черное стекло iMac. Как вы видите, выглядит это вот так вот. Гораздо лучше, чем я думал. В принципе, даже чем-то красиво. Контраст цветов и так далее. Вырезы все полностью совпадают. В Redmi 4X кнопки не подсвечиваются, просто люминесцентные. Четко совпали с вот этими вот прорезями. Здесь под светодиодный индикатор тоже дырочка беленькая. Сверху все четко. Но, как вы видите, просматривается белый цвет только там, где есть отверстие дырочки. Все остальное, в принципе, хорошо. На выключенном экране, как на обычном, на любом таком полноразмерном стекле, где видна вот эта вот сенсорная пиксельная сетка. Ну, это особенно стекла, никуда от нее не деться. Когда телефон включен, то уже, в принципе, ничего не видно. Вот так вот приклеился он. Ну, я считаю, что хорошо. Довольно-таки хорошо. Вы сможете увидеть сами. Ногтем ничем не царапается. По олеофобке пишут они тут, конечно, что она есть. И очень хорошая. Ну, самое что ни на есть обычная. Хотелось бы лучше. Палец скользит, но тяжеловато. Ну, хотя разводы вытираются довольно-таки легко. Вытер, более-менее стало нормально. В принципе, вот так вот, ребят. Все остальное то же самое, сколько стекол мы уже этих пересмотрели. Качеством немного будет получше, чем такое же, то же самое стекло дешевое без бренда, которое стоит ровно в два раза дешевле. В следующем обзоре, я думаю, даже во второй части этого мы наклеим и его. И я сравню примерно сразу визуально и тактильно, что оно из себя представляет, стоит переплачивать, ну, грубо говоря, в два раза. Это по сравнению с тем. Здесь вы платите за коробочку, за бренд, якобы за лучшее качество. Посмотрим на самом деле, стоит ли это делать или нет. По всему остальному, в принципе, сложного ничего нет. Экран здесь 2.5D стал 4X, так же, как и Note 4X и так далее. Но здесь он скруглен меньше и, как бы, скругления дальше начинаются. Поэтому здесь вообще такое стекло село и вот оно закрыло собой, так скажем, моменты уже скругления. То есть, оттратить вообще его тяжеловато будет. Но все эти стекла, как вы помните, клеятся только по периметру. Только в данном случае нашим черными рамками вот этими вот. Здесь вся часть в любом таком стекле, в цветном, с рамками, будет не проклеена. За счет того, что экран изогнут, вы садите на клей только в этой части. Вот Note 4X. Здесь полноразмерное матовое стекло приклеено и заполнено жидкостью Liquid. Вот, специально я чуть-чуть тут недозаполнил. Вот оно здесь. Так, конечно, очень красиво клеится полной поверхностью всей. Но по краям всегда не проклеи, которые можно заполнять сейчас жидкостью Liquid. Сможете посмотреть один из предыдущих наших обзоров. Увидите, как ей пользоваться. Ну, в принципе, пользоваться там нечего. Как она выглядит. В принципе, все. Перейдем ко второй части. Наклеил я бюджетное стекло, так его назовем полноразмерное. Что забыл сказать по имаку. Как вы видели или не видели, никакого бензинового пятна кольца Ньютона не было ни на том стекле, ни вот на этом. Углы обзора абсолютно в любую сторону выгибаете. Вот здесь только уже практически на самой большой плоскости что-то вот как будто вмятинка. Но мне кажется, это даже на самом стекле непонятно. Ну, сейчас попробую вот так сделать. Да, какая-то маленькая вмятинка непонятная. Это может дефект стекла, либо еще что-то. Ну, на имаке такого не было. Чем отличаются они в имаке? Ну, мне показалось, по крайней мере, немного покачественней. Сделана рамка. Вот черный цвет, краска. Она как-то вообще практически не видна. Здесь видна структура краски. Она такая прям как будто шершавая, на ощупь гладкая. Ну, как будто распыляли крупнозернистая краска. Я бы так сказал. Во всем остальном практически не отличаются. Палец скользит одинаково. Бензинового пятна нету. Ну, кстати, о бензиновом пятне. Бензиновые пятна, это неизбежно. На таких стеклах могут у вас появляться, исчезать потом. Это связано с самим процессом производства такого стекла. Почитайте в Википедии, что такое кольцо Ньютона. Вот это вот наш случай. Появляются они, ну, как бы, меня они появляются крайне редко. Что я заметил, одну особенность. Не протирайте влажной салфеткой. Если протираете, то дайте время высохнуть. Потом плейте. То есть запустить туда как можно меньше жидкости. Оно может потом проявиться, но за ночь исчезает и так далее. Ну, это уже недостаток таких стекол. Тут никуда не деться. Естественно, что красота телефона в самой большой мере проявляется тогда, когда никакое стекло не наклеено. С прозрачным стеклом будет выглядеть красивее, но не закроются рамки там, где 2.5D скругления. Поэтому тут уж вам выбирать, как вы хотите защитить полностью, не полностью свой телефон. Вот такое вот стекло идет обычно в прозрачной коробке с такой вот надписью. Я вам показывал. В принципе, они получше, чем те, которые я видел в полностью заклеенных коробках. Немножко по тактильным ощущениям. Вот так вот выглядит с белым передом телефон, с золотой сзади и с золотым стеклом. То есть полностью мы его сделали золотым. Белый просвечивается вот здесь на индикаторе и немножко по рамке экрана. Ну и здесь, если посмотреть в разговорном динамике и в дырке для светодиода, вернее для датчика света и для камеры фронтальной. В принципе, больше ничего. Можно сделать золотым телефон, если вам нравится вот такой вот перед золотой. Можете смело на любой свой цвет, но скорее всего на белый, вы будете на золотой телефон, как вот этот, клеить себе золотое стекло. Можно, в принципе, клеить. Ничего криминального я не вижу. Нормально все закроется. Ну, обычное стекло, то же самое. Олеофобка присутствует, но небольшая. Палец скользит так себе. Ну, привыкнуть можно, все дело привычки. Все работает без вопросов. Конечно, это совсем не то, если использовать телефон без стекла. Либо наклеить какой-нибудь Нилкин. Ну, кстати, на эту модель еще нету. Самый лучший. Ну, нужно его будет тогда заполнять жидкостью. В принципе, вот так вот. Это все, что я хотел вам показать. Следующий обзор посмотрим либо Redmi 4 Pro, либо Note 4X. Я пока не определился. Все, до встречи, ребят.